Кировщане смогут проверить свои легкие. 31 мая во всемирный день без табака у вязкой филармонии все желающие смогут измерить с помощью смоки лазера содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе и получить консультацию специалиста, как отказаться от курения, а также пообщаться с врачами Центра здоровья. Акция будет проходить с 3 до 4 часов дня. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Не все автобусы в Кирове соответствуют требованиям, а значит загрязняют окружающую среду. В городе подвели итоги ежегодной проверки автотранспорта на выбросы загрязняющих веществ. Она была организована региональным министерством охраны окружающей среды совместно с отделом ГИБДД. Всего в ходе рейдов были проведены замеры на 40 маршрутах. В итоге оказалось, что 23 автобуса работают с нарушениями. Виновные лица привлечены к административной ответственности. В Кировской области 1 июня в Международный день защиты детей запретят продавать алкоголь. Об этом сообщили в областном министерстве развития предпринимательства, торговли и внешних связей. Тех, кто решит нарушить закон, ждет штраф. На должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических от 50 до 100 тысяч, уточнили в министерстве. Около 2,5 тысяч кировчан и гостей города посетили мультимедийную выставку «Россия». Об этом рассказали в правительстве области. Этот проект в 2015 году стал победителем регионального конкурсного отбора инициатив в сфере развития институтов гражданского общества и получил субсидию из областного бюджета в размере 312 тысяч рублей. Тех, кто еще не видел выставку, приглашают во дворец молодежи. Она будет работать до 16 июня.